Каждый год 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День Учителя, который с 1994 года получил статус Всемирного. Это профессиональный праздник всех работников в сфере образования, день, в который отмечается роль и заслуги учителей в процессе качественного образования, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Лобинских педагогов накануне праздника чествовали в Большом зале Городского дома культуры, где прошло торжественное собрание. Уже традиционно в этот день в первую очередь отмечают заслуги ветеранов педагогического труда, тех, кто на протяжении многих лет служил благородному делу обучения и воспитания новых поколений, приумножая славу родного города и района. В этот день все слова благодарности педагогам и первым элиту сферы образования поздравил глава муниципального образования Лобинский район, герой труда Кубани Александр Садчиков. Он поблагодарил учителей за благородный и нелегкий труд, отметил важность и огромную значимость этой профессии, пожелал всего самого доброго. Наверное, каждый человек, он помнит своего первого учителя, и даже если сегодня нет его в живых, это имя все равно в сердце остается на всю жизнь, потому что это была мама. Поэтому дети, они очень умные, они сразу определяют, кто, как есть и как они говорят. И вы знаете, наверное, вот какое лицо учителя, такое лицо будет этой станице хутора и города. Потому что большая часть ребят, которые проходят через школы, она все равно остается здесь. Всегда найти то соотношение, которое бы украшало вот те душевные качества, которые дальше шли бы в жизнь. Это и отношение к своим родителям, это отношение к бабушкам, к дедушкам, к товарищам. Это все прививается в школу. Так что вы, дорогие учителя, вы, как сказать, и кузнецы, и гончары, и плавильщики человеческих душ, которые в будущем уже идут по жизни, делают эту жизнь, руководят страной, идут дальше по жизни и выбирают тот путь, по которому должна идти страна. Поэтому низкий вам поклон. С 2005 года в Лавинском районе учреждена книга трудовой славы. В нее ежегодно вносятся имена учителей, прославивших район. Не стал исключением и 2013 год. Страницы книги пополнились новыми именами. Это Галина Мармер, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в средней школе номер 5. Светлана Шадрина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в средней школе номер 9. И Галина Яблонева, директор средней школы номер 11. В церемонии награждения педагогов также принял участие глава района. Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации наградили Владимира Назарова, директора Владимирской школы номер 14, Наталью Шапошникову, методиста эколого-биологического центра, Ольгу Сафронову, учителя школы номер 10 поселка Прохладного, Наталью Скрябину, учителя начальных классов Соколихинской школы, Людмилу Воронову, учителя информатики средней школы номер 9, Седу Амирханову, учителя коррекционной школы-интерната Станицы Вознесенской. Почетной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края наградили Владимира Троицкого, педагога дополнительного образования Центра детского творчества, Анну Фалисову, заместителя директора по административно-хозяйственной работе школы номер 15 Станицы Засовской, Александра Макробородова, учителя физической культуры Ереминской школы, Раису Реукову, библиотекаря школы номер 30 поселка Красного, Людмилу Гайворонскую, учителя математики 13-й школы Станицы Владимирской, Светану Никифорову, учителя начальных классов средней школы номер 16 Станицы Каладжинской и Надежду Худееву, учителя биологии средней школы номер 20 Станицы Чернореченской. Ряд педагогов были отмечены почетными грамотами главы Лобинского района. И чествование на этом не закончилось. Большая плеяда лучших педагогов школ города и района были отмечены грантами в 18 различных номинациях за достижения в профессиональной деятельности. Учителями грантов на протяжении многих лет являются руководители крупнейших предприятий организации Лобинского района, а также начальник управления образования и глава Лобинского городского поселения. Сегодня наш день, сегодня наш праздник, день учителя. Уважаемые коллеги, призвание у учителя – это главное. Учителем стать очень сложно. Мы с вами воспитываем и обучаем наших детей. Мы отдаем вам свою любовь, свое знание, и они нам отвечают тем же. Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам всем счастья, удачи, благополучия, любви, талантливых учеников. И чтобы всегда мы на работу шли с улыбкой, с радостью и дарили самое драгоценное нашим детям. Решите вас поблагодарить за то, все хорошее, что вы отдали, и мне в том числе, и продолжайте отдавать нашим детям. Решите вам пожелать всего доброго и хорошего, чтобы наконец-то закончились реформы в образовании, и вы имели спокойный и хороший труд. Чтобы у вас были хорошие ученики, самые лучшие ученики – это ученики города Лобинска. С праздником вас, дорогие учителя! В номинации «За высокое качество обучения» наградили Ольгу Аполохову, учителя русского языка и литературы средней школы номер 3. В номинации «Капитан школьного корабля» отметили Александра Захарина, директора 4-й городской школы. В номинации «За многолетний и плодотворный труд» Надежда Бутенко, учителя начальных классов средней школы номер 22. В номинации «За верность родному краю» Ирину Чичканёву, учителя начальных классов 7-й школы. В номинации «Педагог-энтузиаст» Ольгу Зимских, учителя начальных классов 6-й школы. В номинации «Педагог-экспериментатор» Александр Шишкаренко, преподавателя профессиональных дисциплин Лобинского аграрного техникума. В номинации «Учитель учителей» наградили Тамару Данильченко, методиста информационно-методического центра. В номинации «Учитель-наставник» Тайсат Амарову, учителя начальных классов средней школы номер 13. В номинации «За подготовку кадров в сфере производства» Михаила Давыдова, преподавателя специальных дисциплин Лобинского аграрного техникума. В номинации «Молодые таланты» Инну Крамарову, учителя английского языка средней школы номер 13. В номинации «Сердце отдаю детям» Валентину Отрощенко, социального педагога средней школы номер 25. Награду в номинации «Педагогическая династия» получила Зоя Якименко, учитель начальных классов средней школы номер 32. В номинации «За укрепление здоровья детей» награжден Иосиф Мацкевич, учитель физической культуры средней школы номер 28. В номинации «Горящие сердца» Наталья Коцурова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 32. В номинации «Учитель-женщина-мать» победителем стала Наталья Турко, учитель русского языка и литературы средней школы номер 9. В номинации «Учительница 1-я моя» Людмила Лукашева, учитель начальных классов средней школы номер 28. В номинации «Лидер профсоюзного и общественного движения» Людмила Мехкова, заместитель директора по воспитательной работе Центра детского творчества. В номинации «Сельская учительница» главы всех сельских поселений вручили гранты 14 педагогам. В этом году среди лучших сельских учителей были названы Светлана Гордиенко, Ольга Фатеева, Людмила Черчатая, Вера Демьяненко, Алла Шинкарева, Татьяна Вараксина, Елена Деревянко, Ольга Гончарова, Наталья Ильичева, Светлана Кондрашова, Елена Филипченко, Татьяна Резникова, Зоя Якименко и Ольга Ночевная. День учителя – это такой праздник, когда всем нам стоит задуматься, как изменили нашу жизнь хорошие педагоги, память о которых мы, конечно, сохраним на всю жизнь. Именно наши учителя открывают в нас таланты, помогают освоить мир знаний и проложить дорогу в будущее. Их труд бесценен, это не всегда понимают дети, зато точно знает каждый взрослый.